Матерая волчица брела по лесу, она еле передвигала лапы. Хищница совсем выбилась из сил, в последнее время охота не удавалась. Она давно уже ничего не ела. Идти к жилью человека волчица не решалась. Совсем недавно ее волк не вернулся из деревни, в которую пошел, чтобы добыть овцу или на худой конец курицу. Волчица подозревала, что с ним произошло самое страшное. Ей бы хоть что-нибудь найти, чтобы утолить голод, тогда и энергия появится, а там может и охота получится. Так думала волчица, подходя к небольшой дороге через заснеженный лес. Вдруг до нее донесся запах, чего-то невероятно вкусного. В животе злобно заурчало. Запах только усиливался, он явно приближался. Хищница подошла к дороге и увидела, что по ней шла девушка. В руках авоська, а из авоськи доносился тот самый чудесный запах мяса. Вчера Машки, как нарочно не сиделась дома, тянула ее пятую точку на приключения. Но ничего плохого вы не подумайте, она просто решила съездить в соседний райцентр и сходить в кино. Зайти в гости к подружкам, отвлечься от бытовых проблем и рутин. Время провела неплохо, повеселилась на славу, но как ни крути, а домой возвращаться все равно надо. Зашла в продуктовый магазин, купила два кольца краковской колбасы, сливочного масла и небольшую курочку. Села она в городской автобус и без проблем добралась до автовокзала. Пересела в нужный транспорт, но сразу получила предупреждение от шофера, что доедем куда сможем доехать. Дорога уж совсем плохая и погода нелетная. Короче говоря, дорога сложная и в любой момент можно застрять или сломаться. От таких слов стало, мягко говоря, не по себе. Но что делать, надо как-то домой попасть, а то мама переживать будет. Едет Машка и про себя молится, чтобы до дому благополучно добраться. На сердце тревога, а в кошельке пусто. В автобусе вместе с девушкой и водителем всего три человека. Она сразу познакомилась с попутчицей. Ее новую знакомую звали Натальей. Маша узнала, что ей на десять остановок выходить раньше. Девушку тут же охватила паника, но вида она не подавала. Едут, беседуют, но не обошлось, неожиданно автобус остановился. Все, приехали. До дому идти километров десять, не меньше. Мокрый снег слепит, темень хоть глаз выколи. Фонари не горят. Останавливаться нельзя, на дороге то и дело попадаются буксующие фуры. Пять километров они одолевают вместе с спутницей. За разговорами о жизни и время и дорога кажутся проще и быстрее. Но дальше надо идти одной. Маша старается мыслить позитивно, страшно. Наташа предлагала переночевать у нее, но ее почему-то понесло домой. Идет она по дороге и думает о том, как сейчас хорошо в теплой избе. Маша ругала себя последними словами, за то, что не осталось у Натальи. «Посчастливилась мне в кавычках», думает Маша. Еще и сетка с продуктами тяжелая. Дорога пустая, ни одной машины в обе стороны. Снег рыхлый и идти тяжело. Вдруг Маша заметила, что со стороны леса к дороге вышла какая-то фигура. Зверь шел медленно, проваливаясь в снег и слегка покачиваясь, заходя со спины девушки. Маша повернулась к животному лицом. «Ну все, кажется, я пришла», подумала она мысленно, прощаясь с жизнью. Волк остановился напротив человека и втянул носом в морозный воздух. «Колбаса, учуял», подумала девушка. «Запах по всей дороге разносится». Это она и сама чувствовала. Зверь посмотрел на нее голодными глазами, но в его глазах Маша не увидела ярости и агрессии, а только мольбу. Она знала, что бежать нельзя и поворачиваться спиной к зверю тоже. Девушка пошарила рукой в сумке и достала кольцо краковской колбасы. Маша оторвала кусок от кольца и бросила. Волчица проглотила его одним махом, даже не жуя. Девушка сделала несколько шагов назад и бросила хищнику остаток колбасы. Так она бросала ей еду, а сама отступала назад в надежде, что может на дороге появится хоть одна машина. Но все напрасно, дорога была пуста. В сумке оставалась только курица. Колбаса, масло и сыр были отданы голодному зверю. Девушка вытряхнула на дорогу куриную тушку и отступила еще на несколько метров назад. Волчица взяла зубами последнее угощение, посмотрела на девушку благодарными глазами и ушла в лесную чащу, унося в пасти свою добычу. Маша бегом бросилась по дороге домой. Ей уже не мешал ни рыхлый снег под ногами, ни холод. Она почти не помнила, как добралась домой. Мама уже вся извелась. Постоянно выглядывала в окно и успокоилась только тогда, когда Маша открыла калитку во двор. Маме она ничего не рассказала, побоялась напугать ее еще больше. С того времени прошел год. Волей судьбы она вновь шла по этой же самой дороге. Ей нужно было попасть в ту деревню, где они год назад расстались с попутчицей из автобуса. Начинало темнеть. Шел снег, метель начинала усиливаться. В спешке Маша поняла, что выскочила из дома без перчаток. Безуспешно попыталась найти их в сумке, все-таки убедилась, что забыла их дома. Маша шла вперед в надежде, что ее все-таки кто-нибудь подберет на этой пустынной дороге. Вдруг сзади послышался шум машины. Свет фар показался из-за поворота. Девушка подняла руку, чтобы проголосовать. Внезапно машину занесло, и она почувствовала удар. От этого удара ее откинуло в неглубокий кувет. Машина поехала дальше. Неужели они не поняли, что сбили меня, или намеренно уехали, пронеслось в голове. Она попыталась пошевелиться, но это вызвало у нее ужасную боль. Что у нее болело было непонятно, ей казалось болит все. Метель не утихала, а только усиливалась. Уже несколько часов Маша лежала присыпанная снегом на обочине дороги. «Скоро я превращусь в белый, снежный холм и замерзну здесь насмерть», – подумала девушка. Когда сознание стало сужаться в тонкую нить, она почувствовала рядом с лицом горячее дыхание. С трудом разлепила глаза, перед собой она увидела морду той волчицы. Той самой, с которой они встретились здесь прошлой зимой. Маша на всю жизнь запомнила ее глаза, и сейчас они смотрели на нее. «Сегодня колбасы у меня нет. Придется тебе есть меня», – шепотом сказала девушка. Вдруг она почувствовала, как волчица взяла ее зубами за воротник и начала тащить наверх. Животному понадобилось немало времени и сил, чтобы вытащить ее на обочину дороги. «Так меня хоть машина проезжающая сможет увидеть», – подумала Машка. «Люди меня сбили и бросили замерзать в канаве, как скотину, а дикое животное, хищник, оказалось милосердней человека. Маша изо всех сил старалась не терять сознание. Волчица сидела рядом с ней и никуда не уходила. Она как будто кого-то ждала. Когда на дороге появился грузовик и осветил фарами обочину, волчица кинулась на дорогу, прямо под колеса автомобиля. Послышался резкий визг тормозов, и около Маши остановилась машина. За рулем был мужчина, средних лет. Он увидел женскую фигурку, занесенную снегом, а рядом волчицу, которая остановила его машину. Пока осматривал девушку, хищница незаметно исчезла. Маша была без сознания. Водитель отвез ее в больницу в город. Когда девушка очнулась уже в больничной палате, рядом была мама, Наталья и какой-то незнакомый мужчина. Оказалось, что это тот самый шофер, который подобрал ее на обочине и привез в больницу, а Наталья это его жена. Побольше бы таких людей. Я вам очень благодарна. Дай бог вам здоровья и счастья. Благодарила Маша шофера, держа его за руку. Андрей, так звали мужа Натальи, спросил девушку, что она помнит из того, что случилось с ней на дороге. Помнит ли она волчицу, которая остановила его машину? Оказалось, что Маша помнит все, что с ней случилось. Больше того, девушка рассказала про встречу с этой волчицей год назад почти в том же состоянии.